Привет, моделисты и моделистки! Коротенькая сравнялка вот этой подставки из поролона ESU, Bowser, а в конце видео я вам покажу, что я использую. Ну, по цене, если не смотреть на этот аспект, лучше всего, конечно, это ESU. Специально с магнитной полоской и вот таким профилем. Я так понимаю, что начальная вот эта ложбинка для N-scale или каким-то образом можно тоже H0 локомотив кверх ногами поставить, но это я бы не рекомендовал. Я очень рекомендую ставить вот эту вот пленку, потому что любой поручень, любая отдельная торчащая острая часть, это сто процентов зацеп и проблема. Так, теперь Bowser. Bowser немножко другая конструкция. Здесь одна только ложбинка и локомотив тоже, разумеется, обязательно сделана из более мягкого поролона. Обязательно пленка, иначе вы его просто, когда, к примеру, вот эту чмуху поставить на попа, да, крышей вверх, ее не вынуть. Там столько всяких острых деталей, поручни и прочее. Так, сверху, да, такое впечатление, что N-scale и вот это лучшее, потому что локомотив N-scale, он не будет совсем утоплен. То есть, для каких-то мелких работ уже с корпусом его здесь хорошо разместить. Так, очень много активности здесь. Теперь самое главное, чем я обычно пользуюсь. Для больших масштабов я использую, ну, куски поролона, а чем вот эта штука хороша, вы по диагонали кладете ваш локомотив, вагон и прочее, и эта штука имеет тоже, разумеется, пленка, если только нет деталей торчащих и работает это просто супер. Обычно электронная аппаратура камеры и такие вещи, фототехника, кладутся вот в такие упаковочные поролоновые контейнера, отделанные этим поролоном. Ну, интересно ваше мнение, ребят? Давай! Поехали! 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 Поехали!